В целом, очень печальный праздник, который завершился для Владимира Путина еще более печальным событием. Да, я о нем. О Керченском мосте, единственном сухопутном пути из России в оккупированный Крым. Кадры, которые, конечно же, видели уже все. Ровно в 6 утра на мосту произошли взрывы. Одновременно было повреждено железнодорожное полотно и автомобильная дорога. Целые секции, которые ушли под воду. О важности Керченского моста не говорит только ленивый. Во-первых, это логистическая артерия для поставок оружия и военной техники из России в оккупированные регионы Украины. Окупация Керсона в части Запорожской области и Мариуполя стали возможны во многом благодаря этому мосту. Для России мост – это символ присоединения Крыма. А для Украины символично его разрушить. Давайте разберемся во всем подробно, что же все-таки произошло. Вот кадры из камер наблюдения, которые попали в сеть в день подрыва моста. На железнодорожном полотне стоит состав цистерн. По автомобильному полотну спокойно едут машины, когда неожиданно происходит мощный взрыв. Но мы с нашим режиссером отсмотрели это видео очень внимательно, по одному кадру. Во время взрыва на картинке появляется белая полоса, а затем изображение исчезает полностью. Если сделать стопкадр во время появления этой полосы, то есть фактического взрыва, мы видим, что подозреваемый грузовик цел. Поэтому в этой версии у нас появился повод усомниться. Хоть и других вероятных источников взрыва мы не обнаружили. Но к грузовику мы еще вернемся. Точность расчетов. Это очень важный момент. Нужно было подгадать, чтобы на мосту был поезд с цистернами, в которых то ли топливо, то ли другое легко воспламеняющееся вещество, чтобы все это сдетонировало и причинило больше разрушений. На видео мы также видим, что состав не двигается. Он стоит. Через час после взрыва Крымская железная дорога опубликовала сообщение, в котором говорится, что в 6.05 аппаратура показала ложную занятость на железнодорожной части моста. Произошло возгорание топливной цистерны. То есть поезд кто-то специально остановил? Керченский мост – это символ. Его пафосно открывал лично Владимир Путин в 2018 году. Он проехал по нему за рулем КамАЗа и в кабине локомотива железнодорожного состава. Конечно же, в конце пути российского президента ждала установленная заранее сцена, откуда он рассказал о важности этого проекта. В разные исторические эпохи, еще при царе-батюшке, люди мечтали о том, чтобы построить этот мост. Потом вернулись к этому в 30-е годы прошлого столетия, в 40-е, 50-е. И вот, наконец, благодаря вашему труду, вашему таланту, этот проект, это чудо свершилось. Спасибо вам большое. Керченский мост! Ура! Ну, при царе-батюшке, так при царе-батюшке. Хотя в 1943-м идее моста сгорелись нацисты. Гитлеровцы даже построили канатную дорогу через Керченский пролив и начали строить железнодорожный мост. Правда, когда отступали, то взорвали то, что успели возвести. А советским инженерам так и не удалось совершить начатый немцами проект. Керченский мост протяженностью около 19 километров обошелся российскому бюджету в 228 миллиардов рублей. Путин неоднократно называл его стройкой века, а инженеры обещали, что ремонтировать объект не нужно будет как минимум лет сто. Не сложилось. А чего только стоит вот это вот заявление Дмитрия Медведева 18 июля этого года? Отдельные экзальтированные кровавые клоуны, которые там выскакивают периодически с какими-то заявлениями, еще и пытаются угрожать нам, имея в виду нападение на Крым и так далее. Вот хочу в связи с этим сказать, что совершенно очевидно, они понимают последствия таких заявлений. Последствия очевидны, что в случае, если что-то подобное произойдет, для них всех там одномоментно наступит судный день. Очень быстрый и тяжелый. Укрыться будет очень сложно. За строительством моста Евросоюз ввел санкции против сопричастных к строительству организаций. Мост позволил хоть немного успокоить местных, ведь после оккупации полуострова с поставками необходимых товаров в Крым была совсем беда. Понятно, что объект стоимостью в три президентских дворца, да еще и любимое детище Путина нужно тщательно охранять. И на этом моменте хочу остановиться подробно. Российские власти заявили, что транспортный переход охраняет с земли, с воды, с воздуха и даже из космоса. Современные ЗРК С-400, панцири, баржи и специальные ограждения от тарана. Сколько стоит охрана моста? Около 15 миллиардов рублей. А еще контроль на въезде с каждой стороны. В официальных релизах значилось, что проезжающие по мосту уже на дальних подступах к нему будут процеживаться сквозь густое сито силовиков. За охрану моста будут головой отвечать несколько спецчастей, подчиненных единому штабу. На него же замкнута единая охранная система. Это слоеный пирог, верх которого находится в космосе, а низ на дне моря. И вот как оказалось, против грузовика со взрывчаткой это все малоэффективно. Но напомню, что грузовик это официальная версия российских следователей. А как они умеют расследовать подобные дела, можно легко понять, если вспомнить захват школы в Беслане, московского театра во время спектакля «Норд-Ост», подрыв Невского экспресса и затонувшую подлодку «Курск». Отдельного внимания стоит убийство журналистки Анны Политковской. Правоохранительные органы не могут расследовать его уже ровно 16 лет. Политковскую, кстати, убили также в день рождения Путина 7 октября 2006 года. Одна из ее самых популярных мыслей как раз о том, что большинство терактов в России выгодны самому Путину. Нужен был взрыв соответствующих настроений в обществе, нужно было начать войну, нужно было так ее обосновать, чтобы у общества не было вопросов никаких. И чтобы взбунтовать эмоции таким образом, чтобы они победили у людей. Намечались выборы. Из Путина надо было сделать высокорейтинговое существо, которое может из ничего стать хозяином Кремля, в российской терминологии царем. Другого способа, как война, и желательно кровавая, но нет, не было. И его сделали. Ближе к вечеру 8 октября в телеграмме появляется вот это видео. Обращение Самира Юсубова, владельца того самого транспортного средства. Я Юсубов Самир Симон Агулы, 1996 года рождения. Случившись у меня на Крымском мосту, никакого отношения не имею. Фура оформлена на меня, на ней работает дядя, двоюродный брат моего отца. Юсубов Махир Насиб Агулы. Всю жизнь занимается грузоперевозками. А груз берет, получается, через сайт АТИ. Сейчас, по словам молодого человека, в домах его родственников проходят обыски, а сам он находится за границей. Но главное даже не то, что он говорит. Теоретически любой может соврать. А как взрывчатка попала на Керченский мост и почему грузовик не прошел через рентген. И не сработали дорогостоящие датчики, которые определяют следы взрывчатки в транспортном средстве, даже если ее там уже давно нет. Смотрите сами. За рулем взорвавшегося грузовика предположительно находился двоюродный дядя Самира Юсубова, Махир Юсубов. Вот он, на фото. А вот видео с камер наблюдения. Автомобиль Юсубова проверяют силовики. Досмотр достаточно поверхностный. Водитель ведет себя спокойно. Но что он вез? Телеграм-канал Маш сообщает, что фура якобы была загружена палетной пленкой. Однако есть версия, что Юсубов получил заказ через интернет на перевозку удобрений, которые на самом деле оказались взрывчаткой. То есть водителя якобы использовали в темную. Даже если версия с фурой, начиненной взрывчаткой, правда, даже если кому-то из-за границы удалось подгадать, когда на мосту будет состав с топливом, даже если во все это поверить, то все равно остается вопрос, откуда взялась взрывчатка в грузовике. Ведь он ехал на мост из России. Фура Юсубовых до этого полтора месяца колесила по Краснодарскому краю. Неоднократно попадала в объективы дорожных камер, после чего поехала на мост. Ее заметили накануне в 23.06 в поселке Светлый Путь, после чего она на 6 часов пропала из виду. А в 5 утра появилась уже на камерах в поселке Стрелка. Между двумя поселками полчаса езды. И 6 часов дороги действительно могли бы выглядеть подозрительно. Но мог ли водитель, например, просто спать где-то на обочине с 11 вечера до 5 утра? Вопрос пока без ответа. Расследователь Христо Грозев предположил, что в фуре мог быть законный, но пригодный для использования в качестве оружия, груз нитратомония. Та самая селитра, которую используют как удобрение. Но давайте снова вспомним о поезде, который стоял на приличном расстоянии. Достаточно ли мощным был бы взрыв грузовика, чтобы сдетонировали цистерны? Причем, что именно в них находилось, пока непонятно. В это время в Твиттере появилась версия с лодкой. На некоторых снимках вроде бы видно что-то похожее на плавсредство. Гипотетически взрывчатка могла быть на лодке, и взрыв произойти не на мосту, а под ним. Однако, расследователи Беллингкет, специализирующиеся на анализе фото и видео, говорят, что лодки на фото не видно. Только, предположительно, следы от движения какого-то объекта. Но был ли он там? Непонятно. Да и потому, как распространялось пламя взрыва, становится понятно, что его очаг вряд ли был под мостом. Подрыв моста, прогнозировано, тут же спровоцировал огромные очереди на крымских заправках и ажиотаж в продуктовых магазинах. Туристам, которые приехали на отдых в Крым, тут же пообещали еще один бесплатный день в санаториях и домах отдыха. А тех, кто только собирается туда ехать, власти призывали перенести отдых на позже. Официальные источники в России уверяли, что подрыв моста никак не повлиял на судоходство, что арки моста позволяют судам спокойно проходить через Керченский пролив. Что они спокойно якобы и делают. Однако даже в этом представители власти лукавили. Целый день, согласно данным радара Марин Трафик, суда не проходили под мостом. Вот, смотрите сами. Правда, к вечеру по мосту уже разрешили проезд легковых автомобилей в реверсном режиме, а также объявили о возобновлении и железнодорожного сообщения. В сети даже появилось видео, как через мост проезжает первый железнодорожный состав. А в Крым приехал вице-премьер России Марат Хуснулин. Он приказал местным чиновникам открыть автомобильное движение по двум полосам, наладить паромную переправу и увеличить количество проверяющих перед въездом на мост. Правда, даже на видео, где он решительно идет по мосту, на заднем фоне все еще виднеется сгоревший грузовой поезд. Смотрите сами. Причем поезд никто не убрал даже на следующее утро. Вот видео из проезжающей машины. И только после обеда, воскресенья, в сети появилось уже вот это видео с рабочими. То есть, насколько мост реально пострадал, за более чем сутки выяснить так и не смогли. Так называемый глава Крыма лишь заявил, что до особого распоряжения по мосту разрешено ездить только легковушкам. Автобусы и грузовики только паромам. А что говорят в Украине? Да, в Украине давно говорили, что Керченский мост – незаконное сооружение. Киев подал сразу несколько международных исков против Москвы. Ведь Крым – международно признанная территория Украины. В Киеве не скрывают радости по поводу подрыва моста. Ведь в случае его непригодности будут отрезаны пути поставок оружия и солдат на территорию Украины. Но при этом прямых заявлений о причастности украинских спецслужб к подрыву никто не давал. Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк у себя в твиттере написал, что это только начало. Что все незаконное должно быть уничтожено, все украденное Россией нужно вернуть Украине, а все российское оккупационное должно быть изгнано. Правда, позже он же написал, что если серьезно взглянуть на вещи, то подрыв моста выгоден Министерству обороны России, которое ведет свою внутреннюю войну против ФСБ. Мол, таким образом можно отвлечь внимание от военных провалов на территории Украины и обвинить ФСБ в том, что они прохлопали как на любимый объект Путина, мало того, что завезли взрывчатку, так еще и повредили его. Кстати, сам Путин приказал усилить охрану моста через 12 часов после взрыва. Усиленные меры безопасности как раз и возложили на ФСБ. А до этого, напомню, охраной занимались спецподразделения Росгвардии и пограничники. Пока в истории с подрывом Керченского моста поставим троеточие. А в качестве послесловия вот вам очень важная новость. Прямо за вот этой плазмой стоят межконтинентальные баллистические ракеты, которые могут нанести удар по... Нет, я не сошел с ума. Я лишь попытался вызвать у вас такое же удивление, которое испытал сам, отведя обращение к украинцам депутата Думы Ставропольского края Валерия Чернецова. Он его записал после взрыва на Керченском мосту. Есть очень важная новость, особенно для жителей крупных городов Украины. Украинцы, покидайте свои города, особенно крупные, потому что вас ждет большой сюрприз. Вот за этим леском стоят сарматы, которые готовы нанести удар. Поэтому, украинцы, берегите себя, покидайте свои города. Дело все в том, что ракеты сармат – это новые российские межконтинентальные ракеты, способные нести колоссальный ядерный заряд. В открытых источниках я прочитал, что есть две модификации такого оружия. Первая – с большей дальностью полета, они нацелены на США. И вторая – с меньшей – на страны Западной Европы. Как Чернецов собирался стрелять этими ракетами по Украине – непонятно. Ведь даже отбросив все моральные аспекты ядерных угроз, это заявление выглядит, как минимум, нелогично. Стрелять межконтинентальными ракетами по соседней стране – это сродни стрельбы из пулемета по собственной ноге. Но, видимо, Чернецов сильно хочет из местного парламента попасть в Центральный и занять место Жириновского. У этого тоже были ядерные мечты. Все санкции в течение двух-трех месяцев будут сняты. Все снимите, и европейцы, и американцы. Я поставлю мир на грань большой войны. Я скажу, или вы делаете, как я говорю, или будете сидеть, так сказать, в бомбоубежищах. Насколько схожи между собой Чернецов и Жириновский, вы уж смотрите сами.